номер 551 события дня эпиграф матфея 1230 кто не со мной тот против меня и кто не собирается со мной тот расточает тут просто просто по синуму сидеть в монастыре и надеяться на спасение это обман за 16 июня 2017 года последнее время появляются статьи и довольно таки активно которая прямо меня касается о чем я говорил писал в книгах они об этом сегодня только начинают а полом веществах этих они век не нужны никому бродяжничают лесополосы загаживают а что нужно служить богу идти благовествует трудиться почему наши святыни всегда удачный пример для подражания у меня 7 и 8 том открытым оком посвященный этому а вот сегодня заговорил священник константин пархоменко я его не знаю не встречался я не думаю что он с моих книг брал ну говорит то же самое рустам игнать тихонович поздравляю вас с днем рождения желаю вам духовного роста долгих лет жизни здоровья любви и божьих благословений сергей игнатов спаси христос был в харькове ночевал в монастыре познакомился с редактором журнала покровский вестник игуменом глебом условия пребывания паломников хорошие но за два дня услышал проповедь только от иеромонаха алексея на панихиде вместо проповеди священника выходит чтест и считает текст ко дню праздника сергей пупков мир вам видеокамеру которую мне разбили на православной выставке сегодня забрал из сервисного центра там не сообщили что помимо поврежденного монитора вышла еще и строить системная плата которую в россии и китае купить нереально камеру починить на сей момент не представляется возможным в возбуждении уголовного дела по поводу принесенного мне ущерба 22 тысячи рублей отказано жалоба поданная мной в прокуратуру рассмотрена и отклонена полностью ну и далее указывается какие материалы андрей рогащевский хорошие законы бей ломай и никакой ответственности роман фроликов николаевич это нормальное положение вещей для этого мира убивая они только когда бьют вас будут думать что тем служит богу богу почему-то с маленькой буквы это роман тут надо просто копировать места священного писания то тут допускаете такие переметы что приходится пояснять меня гнали и вас будут гнать гонят вас из одного города идите в другой идите проще то изменение текста идет это не годится так и тем более берете в кавычки как будто это так и есть не так не успеете обойти все города в израиле как я приду тем более я тут я поставил большой буквы ошибок масса а проще всего братья копировать ибо ни одна йота не пропадет а тут столько напутано то есть нам нельзя упираться оставаться там откуда нас гонят нам надо уходить оттуда откуда гонят не откуда где гонят это по заповеди сказанных приказном тоне и дети в другой город идите в другой города найдите где вы наши в вашем случае в другой торговый центр другой то там вообще делать нечего роман абсолютно неправильно даешь толкование торговом центре это территории ханя плачет снимать не надо было и когда ходили наши братья летом зимой на благовестие я постоянно тресся за эту самую камеру я так любил это мой он у меня взял сергей этот аппарат смотрите ближе трех метров чтобы никто к вам не приближался один снимает другой охраняет а это нет один зашел тот уже говорит не хочу снимает он век ему не нужен зачем он снимал мы это на эту тему уже говорили ролик составили абсолютно неправ сергей ну повреждение надо выхлопотать чтобы заплатили иван артюшкин ты можешь просить возбудить дело по статье уголовного кодекса уже потом в ходе суда предъявить гражданский иск о возмещении ущерба за разбитый экран вот абсолютно правильно говорит сергей так что приступай сергей игнатов недавно вернулся с командировки с харькова где ночевал свято-покровском монастыре проводил там все время свободное от работы там во время богослужения священники не проповедуют слово божие говорю об этом молодому осуде они сию а он мне встречное пожелание о необходимости причастия один романах алексей после панихида слово молвил прихожанам каким покойникам похоже что проповедь там идет исключительно журналов и православных книг там ежедневно по графику считается акафисты святым но так что порой не разберешь ибо не все внятно считает не все текст акафиста по возвращению с командировки включился в обсуждение вопроса о правильности перевода священного писания на русский язык обсуждение вопроса да не надо его поднимать вопрос никому никогда не перевести так как переведено это наилучший пренебесный перевод те которые ничего из него не знает вот новинка новый теперь а теперь тысячи разногласий будут это не от бога это все сатана путает мозги людям русский синодальный перевод считали одним из самых лучших сегодня уже доказано лучший в мире перевод за последние 150 лет по крайней мере исхожу из того что господь дал нашему русскому народу по своей милости тот перевод который имеем все что не ясно в нем нужно обращаться к толкованию святой библии святыми отцами которые знали ее задолго до перевода на языки других народов так называемые свидетели в кавычках бога и его вы перевели на свой сектантский лад святую библию да не переводили они они портили переводили говорится добро на что-то да и сказали ее так что и диалог с ними стал невозможным ты им по про одну библию а они тебе про другую свою собственную рассказывают это не библия у них а то сектантская блевотина храни господи вашу православную общину михаил гордеев я наверное отравил себя всевозможными лекарствами которые мне прописали доктора явно не от бога во первых желудок перестал работать желудок и еще пью разные таблетки и не только чтобы опорожнить кишечник и того примерно на шесть с половиной тысяч рублей или больше все бросаю надоело отравили какая заслуга игнатия тихоныча лапкина в этом деле то а по-христиански много лет а то есть о дне рождения говорит но я ему писал какая заслуга он мне это вот так игнатий как все быстро сколыхнулась то конце октября я тебе послал ролик и сергею козлову а сейчас уже по всему инету сколько народу то спала шины сколько людей столько мнения то переводе а тебе говорил что господь почему-то допустила этого бога две стороны избирай человек но помимо этого еще тысячи ошибок в переводе тысячи ошибок в переводе в каком какой что под библию называют лжесвидетелей под именем иеговы да православном переводе нет ни одной ошибки нет четыре духовные академии переводили филарет дроздов и макарий глухарев переводчики канонизированные эти люди имели такие знания как паски что писали учебники для еврейских школ таких сегодня нету никого хвольсон давид аврамович переводчик крещеный еврей от охвольца не особенно хочу сказать там книга его это ему принадлежит я лично сам у меня это в аудио записано александру меню отцу александру сказала вы могли бы так перевести а он еврей природной законной породистый ученый человек энциклопедист вы посмотрели бы на него какие он глаза сделал он от меня отшатнулся глаза даже испуганные были я как сейчас выше он говорит да что вот так перевести да нет никогда то есть человек еврей родной язык ему этот работают с оригиналами еврейскими и он даже близко себя не ставят к этим переводчикам а человек который ничего не знает жил курил пил блудил бац переводчики полез да ничего нету там я не конкретному человеку говорю а к тем которые сегодня лезут туда переводы я читал эти переводы и начитывал их на пленку даже перевод нового завета костьяна епископа да ничего даже близко нету православный синодальный перевод пренебесный перевод пренебесный никто ним ошибок не находил до революции в этом переводе а участвовали ну там запитые переставить или как исследовал или исследовал одну муку переменить это участвовали профессора филологи кого только там не было это пишет об этом александр александрович осипов я у него считал в советское время все библии до единой библии повторяю синодального перевода издавались у сектантов баптистов подпольно новые заветы издавали только синодальные зарубежная церковь издавала все эти годы только синодальные сто лет и католики издавали адвентисты седьмого дня все издают синодальные и ни одной ошибки не находили друг сразу все нашли ошибки но явно дело то это перевес то что я говорю то речь идет о миллионах сотни миллионов не просто и люди которые знали наизусть мне господь дал немного знания и я вижу столкование какое на эти слова кричат эти которые ничего не знают пустышки лишь бы где-то что-то сказать а сами все еще прячется за чужими фамилии вот ко мне заходят но они их нигде не видно но они какое бы дело не видели что домыслы строим за ягодами пошли секта секта ой сколько сектантов развелось на костре дети поют пишут секта то есть ничего нет а что дворкинский горится отход проглотил и теперь давится этим ему нельзя никак тут никакая пищевая сода не поможет мозги на бекрени и глаза в разбежку допустил у бога так но помимо этого еще тысячи ошибок в переводе тысячи ошибок каком переводе говорит не знает тысячи как-то ко мне зашел старый обрядис я даже знаю могу назвать его игорь вот его двое ребятишек у меня в лагере были и он говорит псалтыри много ошибок в русском языке много много тысячи я григорь а ты куц фамилия барнаульский старый обрядис а ты можешь показать конечно конечно он достает из кармана и правды карманного формата от братьев едионов вот и там у него все ищеркано красным ягодом давай считай и я тебе буду пояснять он уже открыл раз нет тут не пойдет 2 открыл да нет это не true не то и главное ищеркано 150 псалмов и ни одного места не засчитал ни одного он понял что в данный момент когда у меня он сидел дома все понял ничего не пройдет здесь нет ни одной ошибки повторяю нет да и быть не могло переводили четыре духовной академии один из присутствующих дней а их три было у синода посвящен был разбору переводов и сидели там все митрополиты даже не представляете с какой точностью переведено сравнили с арабским переводом с латинским с греческим то есть все что было известно и смотрели как эти слова в толковании златоуста василия великого ефрема сирина вот какие были переводчики то а это сегодняшний это так алексей куракин мир вам игнатий тихонович меня спрашивает а не знаю я как ответить поэтому обращаюсь к вам за помощью вот передаю то что мне написал один человек здравствуйте алексей многие люди утверждают люди что верят всему что написано в библии но в то же время считают что человек после смерти продолжает жить хотя в библии написано крестьяста 9 5 10 все что может рука твоя делать по силам делает потому что в могилю куда ты пойдешь нет ни работа не размышления не знания не мудрости другими словами там нет никакой жизни где нет то в могиле в могиле в могиле в могиле землей зарыта два метра в связи с этим также интересно что написано веке сяста 3 19 20 как бы вы это объяснили меня может вы прокомментируете это алексей куракин пишет это у себя на сайте в ютубе события дня вот я комментирую буду рад услышать от вас ответ на этот вопрос и думаю он будет полезен для многих спаси господи если вы ставите этот вопрос дайте мне знать чтобы я его случайно не пропустил и посмотрел но ему прямо ответ скинул я отвечаю этот вопрос задают прожженные и бессовестные иритики как адвентисты седьмого дня лжесвидетели под именем иеговы и другие сумасброды совершенно безбожие лютые волки в могиле не тлен и черви в могиле но душа и мысли ты знает что делается на земле откровение 6 9 11 и когда он снял пятую печать я увидел под жертвенником душу убиенных за слово божие и за свидетельство которое они имели и возопили они громким голосом говоря да коли владыка святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу и даны были каждому из них одежды белые и сказано одежды белые от бога вы понимаете они пожертвы о это надо понимать так ну хоть как понимай но одежды белые не будешь игруши черная разбила и значит белая до коли святые владыка истины святой не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу то есть они знают что они неотомщенные живут радуются депутатами стали и даны были каждому из них одежды белые и сказано им чтобы они успокоились еще на малое время пока и сотрудники их и братья их которые будут убиты как они дополнить число я не знаю чё и что именно нужно толковать то когда черным по белому все это написано да это не все мы считаем евреям 12 22 25 но вы приступили горе сиону и как граду бога живого небесному иерусалиму и тьмам ангелов торжествующему собору и церкви первенцев написанных на небесах и к суде и всех богу и духам праведников достигших совершенства то есть они достигли совершенства мы к ним приступили как молитву святой апостол павел моли бога нас пресвятая госпожа наша владыщица богородица пресна дева мария спаси нас молитвами своими мы прямо говорим и ходатаю и нового завета иисусу христа как приступили к иисусу молитвы и крови кропление говорящий лучше нежели авелева смотрите не отвратите сиевы от говорящего если тени послушав глаголов шоу на земле не избегли наказания то тем более не избежим мы если отвратимся от глаголющего с небес но все глаголющий с небес дух святой глаголят что они соображают знают и там показано и на конях на белых понимай как хочешь но они живы а зачем не живы говорят за тем чтобы душа ни за что не отвечала безбожники ада нет не мучаются то есть адам их не пугать и самое главное убрали муку вечную а пойдут жизнь вечную матфе 25 глава читаем первые счастливы жизнь вечную берут а муку вечную отрицают никак ну еретики а не потому еретики с них и какой спрос то если он еретик то тоже шутить не приходится и вот она наши ресурсы показать можно я не знаю видно нет будет вот если откроем вот это мой мир вот в моем мире вот это я в шапке здесь это у меня большой 6167 видео роликов 18758 наших фотографий то есть очень богатые ресурсы но где я с голубем стою там не надо писать вот здесь надо писать можете писать ну и далее показать какие у нас есть еще ресурсы это православный форум 1600 тем вот как выглядит он а здесь вот новое сообщение ткни на первой странице и дальше общий поиск ткни и там вставляй нн евреи там что ты только желаешь ну и показать православный видеоканал открытым оком 7350 видеороликов наших 6 миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот шесть просмотров и 7142 подписчика то есть кое-кто заходит к нам но это не все это еще где у меня здесь показать то если правильно неправильно во свете библии откроется нет это опять же форум открылся вот у нас есть не форум только во свете библии вот он православный библейский сайт самая сцена 4124 ответа иногда я беру когда немного тут что ну а тут уже 20 можно один вопросик взять вот я разбирал здесь о войне из своих книг беру это все вопрос 1228 четвертый том открытым оком апостол павел говорит колоссинам 124 восполняя недостаток в плоти моей скорбей хрестовых что это за недостаток скурье у христа о чем это не у христа а у меня в плоти моей вопрос неправильно поставленный а ответ колоссия нам 124 ныне рады страданиях моих за вас и восполнять недостаток плоти моей скорби и христовых за тело его у которой есть церковь. Это я отвечаю в университете, где я вел занятия. Апостол Павел говорит о недостатке скорбей, какие он переносит за церковь. И не просто страдания и болезни, но гонения за Христа. Проповедь апостола Павла рождала новых щад в церкви. Иоанн 16, 21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел сейчас ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби, от радости, потому что родился человек в мир. И Бытие 3, 16. Женец сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему, в лечение твое, и он будет господствовать над тобою. Галатам 4, 19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Откровение 12, 2. Она имела в очереве и кричала от боли и мук рождения. Исайя 21, 3. От этого чресла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающие. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Осия 13, 13. Муки родильницы постигнуть его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положение рождающихся детей. Тысячелетия человечества пытается сделать роды безболезненными. Но, увы, ни жена царя президента, ни спортсменка, никто и никогда не рождал безболезненно. За исключением Божьей Матери, как говорит предание. Во сне никто не рождает. Попытки через медицину повлиять на боль приводят к затуханию схваток, или рождается мертворожденный, или требуется хирургическое вмешательство к кесаревичу сечения, которое также не безболезненно. У Вселенского Учителя и Старца не было другой цели, кроме Высшей, прославить Христа через обращение ко Христу новых душ. А это означало новое проповедь, новое гонение, новые высев семени Божьего Слова, новое оплодотворение. Масштабность благовестия Савла Павла, его всеохватность показывала ему, что его родильные муки ослабевают. И даже его скорбей недостаточно для нового члены ношения и рождения. Новые души – это новые члены единого вселенского организма Церкви, тела Христова. И он ощущал, что новые обращенные души могут родиться только при достатке скорбей в его плоти. Сразу же встает вопрос, как могут рождать новые души, приобретать их для Христа сегодняшние православные пастыри. Они изнашивают не башмаки, сапоги и сандалии в длительных путешествиях от дома к дому, по площадям и просторам России, а напротив того подкладывают под себя специальные орлицы, мертвые для удобства стояния, и протирают их, стоя на одном месте. Они как бы криком кричат. «Никого я рождать не хочу! Ноги мои больные! И от многочасового стояния на службах лопаются вены!» Многие пастыри сегодня неблагословены за благовестие. «Их не коснулась благодать призывающая и благодать обращающая». Исайя 52, 7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, «Воцарился Бог твой!»» Римлянам 10, 15. «И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовестующих мир, благовестующих благое?» Эфесянам 4, 12. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Чтобы готовить, совершать святых, нужно благовествовать, идти. Новые дороги, новые встречи – это есть повышенная опасность, ноя, скорби, гонения. Кровь христиан всегда была семенем христианства. Идеяние 21, 13. «Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Эти страдания за благовестие ради Христа и называются христовыми страданиями за тело Его, за невесту Его, для приращения к ней новых душ. Ифисянам 4, 16. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, а о другом Отечестве узнав, мы к нему идем без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго, нынешние жители твои, завтра, может быть, увидим Бога. А пока что в хрупкости цветка и в тревожном ожидании почек, знаешь, как приятно отыскать Божией любви знакомый почерк. Но растут грехи, как сорняки, и порой даже в птичьих песнях слышно столько горестной тоски о нетленной чистоте небесной. Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится вмиг переселения. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной. У меня не указано, кто, но по смыслу, вот я по стилю так определяю, что это написала Вера Сергеевна Кушнир. Люблю я ее. Она отошла в мир иной, была не православная, а стихи остались ее прекрасные. Может быть, я ошибаюсь, не она писала, но по всему. Вот в каком куплете, как она сравнение делает. Ну, то есть я очень много поэзией занимался, в общей сложности, примерно 500 поэтов через мои руки прошло за 300 лет, когда они жили. Ну, на этом все. События окончены. Главное, события вчера у нас было. Закончили шкурить. Закончили все. Работали мы в семером. Сестры работали. Я работал. Никита, Володя, вот трое. Ваня, четвертый. Ливия, пятая. Вот. Это Леонида, шестая. Фрося, седьмая. Закончили шкурить сваи. Сегодня, если благополучно будет, то Роман, малыш, их все заострит остатки. Думаю, что приготовили в достатке. Ну, и вчера мне пришлось там крапива от крапивы освобождать, выкапывать, где холм, холмы от комаров, где обедали и где молились. А Володя там обиходил костер. Вчера был костер первый. Обычно было правило в лагере, когда 12 детей, не меньше, своих, лагерных. А тут мне и говорят, уедут некоторые, а всего 9 детей пока. На подходе с 27 июня будет больше. Ну, и... Да тогда тут и не лагерные нормы, конечно. И тогда считать стали взрослых. Ну, а с взрослыми тут намного больше. И поэтому костер был. И все это будет выставлено в интернете. Снимал Володя. Никита снимал тоже хорошо. Вот это событие дня. Дети, как всегда, ходили купаться. На Южный Новый наш пруд. Власти нас не трогают. Никто не задевает нас. За все Бога благодарим. А дальше будет видно. Богу слава вовеки. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.